Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев подписал указ о награждении нагрудным знаком Мехер Саховат, а также постановление у государственной премии Март Углон. Указ президента Республики Узбекистан о награждении нагрудным знаком Мехер Саховат. Сегодня наш многонациональный народ, как и всё человечество, стойко преодолевает тяжёлые испытания и трудности, связанные с пандемией коронавируса. Своевременно принимаемые государством и обществом меры по смягчению негативного влияния этой большой беды на жизнь в нашей стране, сохранению здоровья граждан и их социальной защите дают свои положительные результаты. В столь сложной ситуации наш мужественный, отважный и благородный народ, ещё более сплотившись, вновь продемонстрировал такие высокие человеческие качества, как взаимопомощь, милосердие и единство. В целях достойного поощрения сограждан, внёсших большой вклад в борьбу с глобальной пандемией и устранения последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, всестороннюю поддержку социально уязвимых слоёв населения и превращение этой работы в общенародное движение, явивших для всех пример благотворительности и совершения добрых дел, а также активно участвующих в укреплении атмосферы мира, спокойствия, дружбы и согласия в обществе. Первое. Наградить нагрудным знаком Михерсаховат, преданных своему делу представителей сферы здравоохранения, щедрых предпринимателей, самоотверженных работников государственных и общественных организаций, а также других инициативных и активных граждан. Второе. Кабинету министров Республики Узбекистан рассмотреть и утвердить списки к награждению нагрудным знаком Михерсаховат, представленные министерствами, ведомствами, органами хозяйственного управления, общественными организациями и другими республиканскими организациями, а также Джокарге, Кенесом Республики Каракалпакстан, Хакимятами областей и города Ташкента. Третье. Рекомендовать Агентству информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан, Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широкое освещение мероприятий, посвященных вручению нагрудных знаков Михерсаховат. Четвертое. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова и руководителя администрации президента Республики Узбекистан Низамеддинова. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. Постановление президента Республики Узбекистан о присуждении государственной премии Март Оглан. В целях достойного стимулирования самоотверженных и отважных юношей, проявляющих активность в осуществлении широкомасштабных реформ в нашей стране, своими знаниями, талантом, стремительностью и инициативностью, добросовестным и плодотворным трудом вносящих достойный вклад в процветание Родины, обладающих высокой духовностью, самостоятельным мышлением, твердой жизненной позицией, широким кругозором и глубокими знаниями, способных взять на себя ответственность за будущее страны и служить интересам народа, 1. Одобрить предложение комиссии по государственным наградам и геральдике при президенте Республики Узбекистан о награждении одарённых юношей Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за особые достижения в области науки, образования, медицины, культуры, литературы, искусства, спорта, производства, военной службе и деятельности правоохранительных органов государственной премии Март Орлан, согласно прилагаемому списку. 2. Лауреатам государственной премии Март Орлан вручить дипломы и нагрудные знаки в торжественной обстановке 3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату государственной премии Март Орлан 4. Денежного вознаграждения в размере 50-кратной базовой расчётной величины 4. Рекомендовать Агентству информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан 5. Национальному информационному агентству Узбекистана 6. Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации 6. Широко освещение образцовой деятельности, уникальных талантов и достижений лауреатов 7. Государственной премии Март Орлан 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 7. Возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова 8. Руководителя администрации президента Республики Узбекистан Низамеддинова 9. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Полный список награжденных будет опубликован в печати Сегодня же президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Подписал постановление о дополнительных мерах по социальной поддержке населения Направленное на смягчение негативного воздействия коронавирусной пандемии Данный акт является логическим продолжением работы Начатой в рамках общенародного движения «Доброта и поддержка» Отражающий исторические и моральные ценности нашего народа И нацелен на обеспечение детей из нуждающихся семей Наборами зимней одежды, школьной формы и учебными принадлежностями В соответствии с постановлением главы государства В сентябре текущего года будет оказана единовременная материальная помощь Следующим категориям населения 1. Дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, получающих пенсии и пособия по случаю потери кормильца 2. Дети с инвалидностью, не достигшие 16-летнего возраста 3. Дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, включенных в перечне семей, нуждающихся в материальной помощи и поддержке Темардафтар Размер единовременной материальной помощи определен в размере 500 тысяч сумм на каждого ребенка Данными мерами материальной поддержки будут охвачены более 810 тысяч детей На что будет потрачено свыше 400 миллиардов сумм бюджетных средств Кроме того, постановлением до 1 октября текущего года предусматривается проведение в централизованном порядке вакцинации от гриппа работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений республики Число работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, которые будут вакцинированы составит порядка полутора миллиона человек В целях обеспечения своевременной и качественной реализации предусмотренных постановлением мер соответствующим министерствам, ведомствам и органам государственной власти на местах поручено организовать работу по целевому и адресному распределению средств с установлением строгого контроля в данной сфере Субтитры создавал DimaTorzok